На приём к председателю постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергею Севцу в этот раз записалось 11 человек. Среди наболевших вопросов, интересовавших граждан, продление аренды на землю, невыплата заработной платы, подтопление участка и прочее. Но, пожалуй, самым непростым и эмоциональным стало общение с женщинами, которых объединило общее горе. Пришли на встречу к Сергею Михайловичу, чтобы вынести этот вопрос на высший уровень, чтобы рассмотрели, помогли детям, которые попадают в такие ситуации, что в дальнейшем очень большие сроки дают, и хочется помочь. Дети этих матерей осуждены, отбывают тюремный срок по 328-й статье Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Но суть проблемы в том, что этим подросткам вменена четвёртая часть данной статьи. А именно она подразумевает совершение действий, организованной группой, и предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Матери считают, что это чрезмерно суровое наказание. Лично моё мнение, что по первому разу детям нужно давать шанс. По крайней мере, дети, которые ещё не сформированы, которым нет 18 лет даже, вот взять, да даже 20, пускай ему он ещё подросток, он ещё не понимает всю ответственность за свои действия. Хотя бы входить в положение таких детей, ну дайте вы 5 лет. Но если он вышел, и он пошёл на рецидив, опять то же самое, я согласна. Давайте больше 10, 10, 15 лет, мы не против. Но если взять так, то ломаются личности, если ему даёт 10, 15 лет. И кто он выйдет? Он выйдет в это общество. Он не понимает, что происходит, кто он в этой жизни. Естественно, он пойдёт опять. Сергей Севец внимательно выслушал материи и отметил, что каждая из стран старается подобрать оптимальное наказание согласно совершённому деянию. И в Беларуси оно не самое жёсткое. Например, в 33 странах мира за распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь. А вот практика смягчения наказаний в 2019 году обернулась негативными последствиями. Распространились тяжёлые синтетические наркотики, появились летальные случаи. По большому счёту распространение наркотиков в криминологической науке получило термин «медленная смерть». Но смерть, по большому счёту, это человек, которого подсадили на использование наркотиков, так или иначе, рано или поздно заканчивает летальность. Особенно это касается синтетических наркотиков. Одна-две дозы употребления синтетического наркотика, то есть практическая реабилитация этого человека невозможна. По ряду физиологических причин. То есть, по большому счёту, это то же самое убийство. И вот, в общем-то, вот эти вот сроки, да, соотнесения за умышленное посягательство на личность, жизнь, здоровье человека и за незаконное распространение наркотиков, психотропов и их прекурсоров, в принципе, они соотносимы. Вот когда формируется общая и особенная часть уголовного кодекса, как раз специалисты в этой области и должны соотносить, чтобы не было перекосов. Часть и диспозиция статьи, то есть это угроза, общественная опасность совершённого деяния, да, и реакция государства на это деяние в виде санкций, наказания. Вместе с тем депутат пообещал инициировать международную научно-практическую конференцию, где специалисты разных сфер коллегиально выработают рекомендации, касающиеся подобных ситуаций.